Добрый день! Время новостей на канале ТНТ Тула. О самых главных событиях города и региона прямо сейчас в студии Светланы Денброва. Смотрите сегодня в выпуске. Глава администрации Заокского района Елена Рыбакова приняла правильное решение. Кто спаивает суррогатами жителей Алексина и кто крышует нелегальный бизнес? Собрание депутатов Заокского района приняло отставку главы администрации Елены Рыбаковой. Но пока она еще не сложила полномочия и будет находиться в отпуске до 12 мая. Исполнять обязанности главы администрации в этот период будет первый зам Лариса Акимова. Напомним, в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства губернатор Алексей Дюмин раскритиковал работу Елены Рыбаковой и предложил в течение двух дней принять правильное решение. Одно из серьезных нарушений, допущенных Рыбаковой, заключение муниципальных контрактов на сумму около 12 млн. рублей с фирмой, которая принадлежит ее супругу. Торговать нельзя закрыть. Жители Алексина споят, где в этой фразе поставить запятую. Контрафактная водка продается в райцентре практически на каждом шагу. Проверки надзорных ведомств либо вообще не находят нарушения, либо стражи порядка выписывают незначительный штраф. При том, что ежемесячный оборот каждой торговой точки эксперты оценивают в миллионы рублей. Сергей Речиц выяснял, кто спаивает жителей Алексина и кто крышует нелегальный бизнес. Десять утра. Алкогольные отделы в магазинах еще закрыты. Снабженный видеокамерами Сергей заходит в ничем не приметное двухэтажное здание. Через минуту возвращается. В руках пол-литра. Чуть-чуть можно капельку. Но не... Ну, отрава. Честно говоря. Ругает, но пить не брезгует. И таких, как Сергей в Алексине, сотни. В нескольких метрах от здания, где торгуют суррогатом, расположились местные бомжи. Можно ли употреблять паленую водку? В товарищах согласия нет. Ну, вы расскажите, как водка-то? Нормальная. Отличная. Мы же живы. Чувствуете себя как? Я лечилась. Многое это... больница. Кстати, в магазине его-то можно отправиться. А вот это... Это более-менее надо, а это никакое. Увидев камеру, из ворот подпольного магазина выходят два бритых на гало человека. Узнав тему репортажа, сразу переходят к угрозам. А кто тебе прислал сюда, Клава? Я уже говорю, Тульская служба новостей. Редакция. Какая редакция? Тульская служба новостей, Тульские новости. Ну, и конкретно кто тебе прислал сюда? Так тебе можно дать по зубам, конечно. Согласно исследованиям, в прошлом году россияне выпили 2 миллиарда литров крепкого алкоголя. 60% которого суррогат. Поэтому и стоит копейки. Если бутылка водки в магазине стоит в среднем 300 рублей, то купить пол-литра сивухи можно за 50. Выезжают, значит, они с проверкой. Штрафуют их на 5 тысяч за литр 2-5. Эти же 5-10 литров забирают. А точка продолжает круглосуточно работать. Альтруистов на алкогольном рынке нет. Чтобы снизить себестоимость продукта, выбирают спирт подешевле. Технический, а то и вовсе метиловый. Всего 30 миллилитров такого вещества могут привести к смерти. Ежегодно в России от интоксикации суррогатами травятся около 12 тысяч человек. Сколько умирают от последствий их регулярного употребления, подсчитать невозможно. Сергей Речец, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей. Серьезное ДТП произошло сегодня на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской в Туле. Там столкнулись Хиндай и Форд, в котором находились военнослужащие. От удара Хиндай вылетел на тротуар и сбил знак «Пешеходный переход». В аварии пострадали три человека. Одного из них госпитализировали. Двоим помощь была оказана на месте. Все они ехали в Форде. ДТП спровоцировало серьезную пробку. Временно встали троллейбусы. На данный момент движение на этом участке восстановлено. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Делитесь своими новостями. Телефон редакции 25 45 45. Смотрите Тульскую службу новостей на канале ТНТ в 14.19.00 ежедневно по будням. С вами была Светлана Денброва. Увидимся. А пока реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова